Завершилась вторая полноценная тренировка национальной сборной России в Новогорске. Какие ощущения, впечатления? Безусловно, давно мы не собирались и прошел такой период, который обычно более короткий между сборами, но соскучились друг по другу и с хорошим позитивным настроем готовимся к игре с сербами. Как оцениваешь свою форму? Сезон недавно стартовал новый, какое физическое состояние, как в спортивном плане выглядишь на данный момент в игре за клуб? Ну, в целом я не люблю себя оценивать, наверное, не моя работа, но понятное дело, что было мало времени на подготовку, потому что пандемия там и все это несло коррективы, поэтому было мало времени, чтобы войти в сезон. Действительно, немножко непривычный режим, но с одной стороны, хорошо, что мы постоянно играем, мы через игры набираем, и в принципе уже влились, и первое время было тяжело, но сейчас уже последние две игры, чувствую себя физически нормально, поэтому все в порядке. Отлично, большой сюрприз для многих, что Сочи сейчас находится в лидерах, а для тебя что это? Знаете как, мы в принципе сейчас не смотрим в турнирную таблицу, безусловно хотим быть вверху, бороться за высокие места, вот, как говорится, мы идем от игры к игре, и сейчас я только хочу сказать то, что действительно команда неплохой ход набрала, и дай бог, чтобы продолжала в том же духе. Вот один из журналистов, они присылают нам вопросы, для каждого спикера вообще спрашивают, как ты считаешь, готова ли команда на Еврокубке, например, замахнуться, или же это больше слова, а не действия какие-то? Знаете как, вот мы внутри команды, да, для себя определили какие-то задачи, да, и мы будем постепенно как бы двигаться, да, как говорится, меньше говорить, будем стараться больше делать, и постараемся делом доказать, готовы или нет, посмотрим в конце сезона, вот, но сделаем все возможное для того, чтобы, как говорится, выступить и занять место в турнирной таблице выше. Сейчас вы сборную тренируетесь в компании с Антоном Шуниным, с Гильерми, это такая тройка слаженной достаточно, если исходить из концовки, ну, прошлого сезона, вы тоже так считаете, у вас, какие отношения в вашей вратарской бригаде, как вам работается вместе в национальной команде? Да, отлично, мы, в принципе, давно друг друга знаем все, и друг против друга играли, с Антоном мы вообще с детства, там, по одному году играли друг против друга, поэтому давно и с молодежной сборной играли вместе, у нас прекрасные отношения, и с Гилей тоже, поэтому хорошее взаимодействие, у нас такой хороший микроклимат внутри вратарской бригады нашей. А есть ли какие-то, может быть, особые требования для вратарей в сборной, все-таки ты во многих командах до этого проиграл, вот в чем здесь какая-то специфика работ? Ну, специфика, в принципе, она везде одинаковая, да, у нас одинаковые задачи, не пропускать дисциплина, настрой, концентрация, она должна будет присутствовать и в сборной, и в клубе, поэтому стараемся и там, и там быть максимально собранными, сконцентрированными и заряженными. Саслан, вот сейчас буквально в соседнем поле молодежной сборной тренируется, и ты тоже выступал за нее какое-то время назад, и многие сейчас говорят о таких серьезных перспективах вратарей молодежки, там, Саша Максименко, Матвей Сафонова, какое твое мнение вот этих молодых галкибров? Да, я считаю то, что действительно эти ребята провели вот прошлый сезон здорово, стабильно, несмотря на свой молодой возраст, да, достаточно стабильно отыграли, и, ну, я думаю, что будут продолжать в том же духе, и это наше, как говорится, наше будущее нашей страны, и вратари уже показывают высокий класс. Ну, и вопрос уже, наверное, завершающий, буквально через два дня первые играли Геннадзе из Сербии, затем с Венгрии, что-то знаешь ли об этих командах, какие вообще сейчас представлены? Мы сегодня, ну, примерно, конечно, представляем, но сегодня у нас будет как раз-таки уже конкретная теория по сопернику, и мы там уже соберемся и разберем, как говорится, по косточкам, там, их плюсы, их минусы, вот, и, в общем-то, будем готовиться уже целенаправленно, мы уже, как говорится, вот, будем смотреть их, игры, видео, нарезки и так далее, и тренер подскажет уже нам нюансы.